Двор многоэтажного дома в районе Айгуль. Люди не могут подойти к контейнерам и выбрасывают отходы прямо на землю. Вот эта мусорная площадка с переполненными отходами контейнерами находится во дворе многоэтажного дома по улице Матросова. Люди говорят, что здесь контейнеры не возили уже больше недели. Похожая картина наблюдается и в других дворах областного центра. Это район средней школы номер 13. А вот другой двор. Он расположен в районе рынка на ремзаводе. Люди говорят, что жить по соседству с мусорными кучами очень некомфортно. Нет, конечно, уже несколько дней наблюдаем ее. Даже больше, наверное, недельки-две. С надеждой, что хотя бы сегодня все это выйдем и там будет чистота, как положено. Но с каждым днем все хуже и хуже. И, видимо, никому это не интересно. А куда уходят деньги, тогда непонятно. Свалку сейчас сделали. Вот дня 4 или 5 не вывозят. А так было нормально. Из-за чего? Как думаете? Не знаю. Может, у них что-нибудь сломалось или что. Подойти можно сейчас к контейнерам? Подойти нет, нельзя. Эту зиму коммунальные службы Уральска запомнят надолго. Сотрудники ТО «ЖАИК Тазакала» сейчас заняты уборкой снега с уличной дорожной сети. И проезды во дворы остались без внимания. А они во время интенсивного таяния снега стали недоступными. Сейчас на данный момент у нас проблемные точки более 50 площадок по городу. В основном проблема заключается в том, что мы не можем подъехать к контейнерным площадкам. Так как чуть-чуть потеплело, вы все знаете, что в этом году снега очень много. И снег оседает. В основном не можем проехать на мусорной площадке, которая расположена во дворах. Так как коля получается, снег оседает, машины у нас габаритные, тяжелые. И мы уже раз, наверное, 10-20 уже буксовали везде, машину рвем. В ТО «Урал Таза-Сервис» отметили, что КСК должны очистить прилегающую территорию от снега. Но никто это делать не спешит. Тем временем в «Уральске» вновь прогнозируют неустойчивую погоду и осадки.